МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Снег не помеха. В Самаре среди зимы начали выращивать огурцы. Так не доставайся ты никому. Пьяная автоледи попыталась съесть протокол на глазах у изумленных инспекторов. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Как не впасть в депрессию, если уже месяц горожане не видят солнца? Отправление пассажирского поезда Самары-Москва с железнодорожного вокзала задержали на несколько часов. Причиной стал звонок неизвестного, который сообщил, что в одном из вагонов заложена бомба. Эту информацию подтвердили в полиции. Состав находился на запасном пути. Отправиться в столицу он должен был в 18.40 по московскому времени. На место немедленно выехали саперы и все экстренные службы. Эти кадры нам прислал телезритель, оказавшийся очевидцем событий. Под усиленную охрану взяли из здания вокзала. Там дежурили спасатели и полицейские. Обследовав вагон за вагоном, взрывное устройство в поезде не обнаружили. Вызов оказался ложным. Напрасно оказалась и паника по поводу мнимого заминирования жилого дома на Старозагоре. Из здания эвакуировали 50 человек. Полицейские не нашли взрывчатых веществ. Зато теперь ищут лжетеррориста. Ему грозит уголовная ответственность. Нетрезвая автоледи, которая устроила скандал в патрульном автомобиле ДПС, вполне может претендовать на звание антигероини дня. Видео, где девушка пытается съесть протокол, становится популярным в интернете. Эксцентричной нарушительнице грозит лишение прав. Подробности этой скандальной истории выяснял Павел Баймаков. За рулем автомобиля эта девушка почти 7 лет. За это время она 25 раз нарушала правила дорожного движения. В основном превышала скорость. А вот на этот раз, по словам инспекторов ДПС, села за руль пьяной. За счет! Ты имеешь право так делать? Я имею право так делать? Не имеешь? Я при исполнении, а вы вне предстояния. Вот вся разница. Управление? Можешь кричать? Ее автомобиль дорожные инспекторы заметили во дворе на улице Гагарина. Девушка перекрыла проезд. Это и вызвало подозрения у полицейских. Ну, для того, чтобы определиться и выяснить все обстоятельства, то есть спросить в конечном итоге, там, не нужна ли помощь водителю, подошли к водительской двери. Ну, вот в момент девушка, которая находилась на водительском сидении, значит, начала неожиданное движение и начала уезжать, грубо говоря. Около дома 59, по улице Гагарина данная машина была уже остановлена. Девушка выскочила с водительского сидения, то есть попыталась убежать. Не успокоилась автоледи, даже когда ее усадили в патрульный автомобиль. Пока составляли протокол, она продолжала грубить инспекторам. Все, спокойно, опорвите. Три минуты, опорвите ее, пожалуйста, быстрее. Быстрее, да. А кто вас делает? Пройти медосвидетельствование девушка отказалась, а когда поняла, что наказание неизбежно, попыталась съесть составленный протокол. Какой ты медосвидетельствовал? Медосвидетельствовал. Протокол есть. Теперь нетрезвую автоледи ждет лишение прав и крупный штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, придется заплатить за штрафстоянку, куда отвезли ее автомобиль. Но самое страшное, уверены инспекторы, удалось предотвратить. С начала года в Самаре по вине нетрезвых водителей произошло 22 ДТП, в которых 10 человек погибли и почти 30 получили травмы. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. А полицейские, как джентльмены, могли бы даме кетчуп предложить? Метеосюрпризы для самарцев. Считанные дни до зимы в областной столице борются с гололедицей, которая характерна скорее для весеннего периода. Все дороги и тротуары посыпают противоскользящими веществами. По нормативу рабочим требуется 6 часов, чтобы жители всего города в буквальном смысле слова крепко стояли на ногах. Дорожные службы на страже круглые сутки. Об изменении погоды им заранее сообщает гидрометцентр, чтобы техника вышла на улицы как можно раньше. Проезжую часть обработать проще. Спецмашина движется со скоростью 40 км в час. На пешеходных дорожках часто приходится работать вручную. Посыпают песком и специальными реагентами. Данный материал уносится в минимальных дозах распределения, порядка 40 г на квадратный метр. Он предотвращает возникновение обледенения тротуара, не дает воде замерзнуть и обеспечивает необходимость сцепления пешеходов и автомобилей. Улыбка и бананы против осенней хандры. Хмурая погода не только портит настроение, но и может стать причиной авитаминоза и даже депрессии. Как радоваться жизни, если погода не радует? Советы врачей и психологов выслушала Валерия Макарова. Почти 40 часов солнца задолжала нам небесная канцелярия в этом месяце. По данным синоптиков, это отклонение от нормы в 4 раза. Дефицит солнечных лучей не прошел для самарцев бесследно. Взбиваются ритмы, я засыпаю на парах. Сегодня меня научник пропалил, что я уснула на его лекции. Очень стыдно на самом деле. Хотелось бы немножко какого-то позитива, хотя бы солнце, чтобы обрадовало. Виной тому нехватка витамина D. Он образуется в организме под влиянием солнечных лучей. Но есть, говорят врачи, альтернатива. В рацион нужно включить побольше кисломолочных продуктов. Витамин D содержится также в яичных желтках, морепродуктах и жирной рыбе. Еще один элемент особенно важен для организма осенью – сиротонин, гормон счастья и активности. Это цельнозерновые крупы, рис, чечевица бобовые, зеленая петрушка, бананы, инжир, финики. То есть, достаточно количество употреблять этих продуктов, чтобы вырабатывать сиротонин. Последний месяц в Самаре погода такая же хмурая, как и лица горожан. Но обмануть организм все-таки можно, уверяют психологи. Даже если день не задался, улыбнитесь, и настроение сразу улучшится. Человек от солнца зависит не только физически, но и эмоционально. И потому психологи советуют самим раскрашивать серые будни. Это период, когда нужно дома включать свет, тепло. У кого есть камин, просто смотреть на огонь, на свечку, на что-нибудь. Потому что это унылый период. Не поддаваться хандре – цель номер один на хмурую осень. У самарцев для этого свои способы. Привязывать свою жизнь к погоде так вот, наверное, не стоит. Надо всегда находить в себе силы для того, чтобы быть активным, деятельным и эффективным. Слушать хорошую музыку, читать стихи, просто быть оптимистом в жизни – все. Если будешь говорить, что у тебя хорошо, у тебя будет хорошо. А если все время ныть – будет плохо. Тем более, что солнце ждать осталось недолго. А выходные, говорят синоптики, пройдут по классику. Нас ждут мороз и солнце. А уже сегодня самарское небо порадовало красивейшим закатом. Валерия Макарова, Станислав Левин, Григорий Плешаков. События. Солнце круглый год и такой же постоянный урожай. В Самаре запустили новую теплицу, где уже начали выращивать огурцы. Одно из старейших предприятий города посетил губернатор Самарской области. «Вечное лето» в сюжете Марина Кравцовой. Целый гектар, где солнце круглый год. 3000 ламп по 600 ватт каждая имитирует природное освещение по 20 часов в сутки. Если в обычной, даже современной теплице собирают по 45 килограммов огурцов с квадратного метра, то в этой планируют урожаи по 120 килограммов на той же площади. Плюс местных продуктов на производстве не используют химикатов. Мы выращиваем биологически активные, так называемые томофаги, хищники, которые существуют в природе. И вот эти вот хищники как раз поедают тлю и другие микроорганизмы вредные. Таким естественным биологическим способом мы боремся с вредителями. Поэтому у нас огурцы наши едят кошки, черепахи. Предприятие еще 10 лет назад было убыточным, сегодня успешно развивается. В последние годы сюда идут и областные, и федеральные инвестиции. Появилось более 5 гектаров новых производственных площадей. В честь юбилея лучшие сотрудники получили награды из рук губернатора. Мы переходим на самые новые технологии. Это сегодняшний вот этот цех, где уже можно круглый год получать огурцы. По затратам по огурцам он рентабельный. И это достаточно большой плюс для нашего города. В планах и дальше продвигаться в отрасли импортозамещения. Создать инновационную теплицу без стекла. И возможно выращивать не только овощные культуры, зелень и грибы, но и цветы. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Для бесхозных сетей дождевой канализации нашелся хозяин. До 2018 года муниципальное предприятие инженерной системы примет на баланс почти 40 километров сетей. Сейчас рабочие бригады проводят плановые работы, промывают ливневки. На улице Карла Маркса пришлось почти с нуля восстановить 9 колодцев. За работами наблюдала Лариса Шлафаст. Больше 40 километров бесхозных сетей дождевой канализации взяло под свой контроль муниципальное предприятие инженерной системы. Все эти участки уже отремонтировали и почистили. На этом работа не останавливается. Мы очень активно общаемся с городами-миллионниками. Хочется отметить положительные сдвиги на фоне тех городов, в части города Самара в том плане, что вот на сегодня у нас как бы одинаковое количество сетей, и у них в районе где-то 350. И у нас, но мы ежегодно прогрессируем, мы ежегодно принимаем порядка 10 километров на свой баланс. И мы еще ранее год назад давали обещание, что к 2018 году к чемпионату мира эта цифра достигнет 400 километров. То есть мы обязуемся, что мы к чемпионату мира примем уже без сходных сетей порядка 40 километров, ну и соответственно восстановим. Во дворе по улице Карла Маркса работают сразу несколько бригад. Этот участок на баланс принят недавно. Объем работ здесь большой. Раньше колодцы были завалены землей. За долгие годы в одном из них даже выросло дерево. В короткие сроки специалисты капитально отремонтировали 9 колодцев и промыли 350 метров трубопроводов. Теперь этому двору глубокие лужи не грозят. Если дождик пойдет, дождевая вода вся будет уходить, без препятствий. Местные жители таким переменам рады. Раньше, говорят, здесь было ни пройти, ни проехать. Конечно, нужны. Нужны ливневки. Чтобы жителям было максимально комфортно, специалисты инженерных систем работают ежедневно в любую погоду. Слабаков здесь нет, говорит Дмитрий Караванский. И в дождь, и в снег всегда на рабочем посту. Но профессию сменить и не думал. Такой характер воспитал отец. Он проработал на этом предприятии больше 20 лет. Работу приходится выполнять в разных условиях. Дождь, снег, ветер, мороз, холод, жара. Ну и потом не везде техника может подойти. Не всю работу может сделать техника. Скажем так, лопату, лом никто еще не отменял. Чтобы привести в порядок еще больше сетей дождевой канализации города, предприятие обновляет парк спецтехники. В этом году он пополнился двумя новыми машинами с повышенной проходимостью. Они будут перевозить ремонтные бригады, оборудование и материалы. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. Статистика производственного травматизма на предприятиях Самары снижается. Такие данные сегодня были озвучены на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. По информации Государственной инспекции труда, в этом году произошло 119 несчастных случаев на производстве. За тот же период прошлого года было 154. Снижается и число происшествий со смертельным исходом. За последние пять лет их стало меньше в шесть раз. Руководству предприятий стало больше внимания уделять вопросам охраны труда. В этом году вступили в силу поправки в административный кодекс, которые значительно увеличивают штрафные санкции к работодателям. Особые требования в Самаре будут предъявлять к безопасности на предприятиях ЖКХ, тем более зимой. В период, когда работает отопительная система, а улицы и крыши необходимо чистить от снега, риск травматизма возрастает. Хочу сказать, что действительно администрации города больше. Внимание стало уделять пропаганде, разъяснительной какой-то работе. И, конечно, очень мощный такой толчок, да, глава города. Нет у нас пыту. Раньше, на самом деле, ребята приходили, они подкованы были. А сейчас приходится брать, мы сами учим. Ну, вероятно, не хватает методических материалов для службы безопасности предприятий, чтобы им сказать, что вот это нельзя, вот это нельзя. Проекты без границ. Общественная организация инвалидов-колесочников «Десница» стала первой в городском конкурсе идей. Он проходит уже второй год. Участники – общественной организации «Самары». На этот раз жюри выбирало лучшие проекты из 33 представленных. Определили пятерых призеров в трех номинациях. Многонациональная «Самара», «Город детям» и «Чистый город». Весной победителям предстоит побороться за грант на реализацию своих идей. Он может составлять более 200 тысяч рублей. Теперь в «Самаре» могут появиться инклюзивные проекты, то есть те, благодаря которым люди с ограниченными возможностями здоровья смогут в полной мере участвовать в общественной жизни. В планах у «Десницы» – фотомастерская, где ребята здоровые и дети с инвалидностью будут работать вместе, и инклюзивная аллея. Дети с инвалидностью и дети без инвалидности где-то в городе высаживают совместно аллею. Получается красиво, во-первых, для города. Второе – это совместная работа обычных детей и детей с особыми образовательными потребностями. Ну, всегда сплачивает. И общее дело всегда подвигает на что-то хорошее. А сейчас коротко о других событиях дня. Коллегия «Роскосмоса» утвердила дату запуска космического корабля «Союз ТМА-19М». Старт с Байконура запланирован на 15 декабря. Корабль доставит на МКС новый экипаж. В его составе россиянин Юрий Маленченко, американец Тимоти Коппер и англичанин Тимоти Пик. На орбиту корабль выведет ракетоноситель «Союз ФГ» производства Самарского РКЦ «Прогресс». Виктор Калиничев, руководитель Самарского союза десантников, умер от остановки сердца. Таковы итоги медэкспертизы. Напомним, он погиб 13 ноября в 4 часа утра, пытаясь самостоятельно потушить свою машину. Впоследствии региональная МЧС установила, что автомобиль подожгли. Возбуждено уголовное дело. Восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такой приговор суд жизнедорожного района Самары назначил Сергею Зенину. Его обвиняли в изготовлении и хранении избытия наркотиков в крупном размере. Осенью прошлого года в его доме в поселке Толевый и доме его родителей в Хурасянском районе наркополицейские обнаружили почти 70 кустов конопли и более 150 граммов готовой к употреблению марихуаны. Все это выращивалось и производилось в специальных комнатах, оборудованных по всем правилам. Как установило следствие, ухаживать за дурман травой Зенину помогала его мать, пенсионерка. Ее суд приговорил к трем годам условно. В Жигулевске прошел фестиваль «Созвездие союзов Самарского региона». В нем приняли участие художники, музыканты, фотографы, актеры, писатели. Сразу на 13 площадках работали представители 11 творческих союзов области. Спектакли, встречи, мастер-классы прошли в домах культуры, библиотеках, музыкальных и творческих школах Жигулевска. 28 ноября по православному календарю начинается рождественский пост. Время воздержания до 6 января. Он длится 40 дней, поэтому называется в церковном уставе «четыридесятницей». Но в отличие от великого поста, этот не строгий, разрешаются рыбные блюда. Рождественский пост еще называют Филипповым, поскольку заговор не приходится в день памяти апостола Филиппа. С каждым днем чемпионат мира по футболу 2018 года становится все ближе. Телеканал «Самара ГИС» уже рассказывал о новых почтовых марках, посвященных Мундиалю, вышедших в обращение. Очередная серия рассказывает о новых футбольных стадионах, построенных в России. Памятное гашение марки увидел ведущий рубрики «Самара в игре» Сергей Кизоркин. Одним нажатием рук марки приобрели историческую ценность. Третья серия посвящена спортивным объектам – стадионам, построенным к 2018 году. Лужники, открытие арены – это в Москве, сочинский «Фишт» в переводе «гора» и Казанская арена. Для филтеристов это на самом деле большое событие, потому что до сего дня этой марки нет в обращении. И еще более памятным она становится потому, что мы гасим, то есть ставим отец штемпеля уникальным штемпелем, который будет использован только сегодня. Исключительно сегодня, потому что этот штемпель с непереводной датой, штемпель первого дня гашения. Самарский футбольный стадион тоже появится на почтовой марке. В этой серии выйдет ограниченные серии. Рисунок стадионов разрабатывает предприятие «Марка». До последнего дня изображение хранится в секрете, чтобы исключить появление подделок. Наш стадион, который по общему мнению, скажем так, выделяется из всех-всех стадионов, которые на сегодняшний момент готовятся по России к чемпионату мира. Следующая серия «Марок» будет посвящена легендам российского футбола. Охота коллекционеров за эксклюзивом уже началась. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. Поется в песне. Хозяева же черных кошек, напротив, считают, что черные коты – это не только красиво, но и к удаче. Наш следующий герой – владелец черного кота о суевериях вообще не задумывается. В свои пять лет он просто радуется, что с котом можно играть. О везении и черных котах Мариана Мирная. Жил-то был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Так же, как именитый писатель Достоевский, его пятилетний тезка Федор Михайлович любит, чтобы в жизни все было логично и оправдано. Как-то родители принесли в дом кота – черного. Долго думать над именем Федя не стал. Теперь по квартире бегает кот по имени Котик. А кот-то умеет разговаривать? Нет, только мяукает им все. А как он мяукает? Мяу-мяу-мяу-мяу. Праздник День черной кошки придумали в Италии в 2007 году. В Мелании и Риме даже проходят парады и пикники, на которые люди приходят вместе со своими усатыми друзьями. Сейчас все-таки редко встретишь тех, кто верит в невезение от черных котов. Не то, что раньше. Древние египтяне почитали кошек и считали, что это мистическое животное является проводником в другой мир. Своих хозяев по другим мирам этот котик не водит, но жизнь в доме делает теплее и явно интереснее. Правда, котик? Несмотря на расхожее отношение к черным котам, Фединому котику в жизни повезло. Кошачьи конфеты уплетает, как хомяк, и хозяина своего не обижает. А пока наоборот, только черному коту и не везет, не везет, не везет. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. А сейчас пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Молодежный состав «Баскетбольная Самара» принимает московский ЦСКА. Комета проиграла лидеру молодежной хоккейной лиги. Самарский фехтовальщик выиграл международный турнир. В Москве самарский фехтовальщик выиграл международный турнир. Мемориал двукратного чемпиона Олимпийских игр Сергея Шарикова проходит уже четверть века. В этом году победу праздновал Кирилл Бородачев. В финале он заколол москвича Ивана Трошина. Матч закончился со счетом 15-10 в пользу самарского мушкетера. Молодежная хоккейная лига. Самарская комета в Челябинске дважды уступила лидеру чемпионата страны, местному Мечелу. С крупным счетом 3-8 и 2-6. После неудачной серии комета летит на пятом месте из 11. Баскетболисты Самары в единой молодежной лиге на родном паркете принимают ЦСКА. Матчи проходят на арене технического университета. Действующий чемпион лиги армейцы пока не знают поражений в национальном первенстве. Самара пока занимает второе место в турнирной таблице. В активе 6 побед в 8 матчах. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. А на этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара ГИС в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения. И смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok